Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова наша арт-студия и ее замечательный творческий гость. Сегодня это наш земляк Александр Бригаднов, руководитель Самарского театра-студии «Галифе» при Самарском доме офицеров и артист Самарского драматического театра. Сегодня он на родине, сегодня он у нас. У нас не в первый раз, если кто-то помнит эту программу, был в погонах, сегодня в штатском. Это добрая традиция, начинайте с меня каждый год в вашей передаче. Если говорить о «Галифе», значит, знаковая для меня премьера в этом году – это «Женитьба». Это моя любимая пьеса у Гоголя, самая любимая, любимее даже, чем «Ревизор». Это наша русская пьеса, это материал, который, так сказать, написан, состоит из русских диалогов, из каких-то оборотов речевых, из каких-то поговорок и присказок. То, к сожалению, что, может быть, мы в обиходе сегодня не используем в нашей жизни, но это очень интересно. – Сочный язык. – Конечно, но переводить никому не надо, даже если мы не используем. Все реагируют, я считаю, так, как надо реагировать. Там прекрасный юмор заложен. И, собственно говоря, ну да, ну что это за анекдот? Ну, значит, четыре жениха, вот они пришли свататься к этой Агафе Тихонне, остался один благодаря своему другу Кочкареву, который разметал всех оппонентов. И вот они остались, вот он их сводит, да, и вот тут, казалось бы, уже, то есть, вот самое-самое произойдет, и вот они уже должны пожениться, и он выходит в окно. Каждый мужчина подколесен. Это мысль, которую я, как постановщик, закладываю в этот спектакль. И у меня все персонажи мужчины говорят, вот как начнешь, эдак один, на досуге подумывать, так видишь, что точно, наконец, надо жениться. Но несмотря на эту основную тему, на эту основную линию мужскую, там есть еще и женская сторона. Я написал лейтмотив, сам написал музыку и слова для основной песни, которую исполняет у нас и женщина, ну, так сказать, актриса, играющая Агафью Тихоновну, это все у нас в записи идет, и мужчина со стороны подколесена, ну, это исполнял за кадром я, вот, и финальный такой куплет, который объединяет и мужскую, и женскую сторону. Сейчас продемонстрирую. Значит, это вот все сначала, оно так выстраивается, такая вот действительно купеческая история, вот где-то, где-то в России, вот тогда, тогда, там, в 1833 году. Тяжела наша русская женская доля, Нелегко отыскать на Руси мужика, Как узнать, что придет, что скрывается в поле ветерок, И отступит от сердца тоска. Не найти нам подруга привычного круга, Ждали, ждали, и горькие слезы велись, Не найти нам для жизни любимого друга, Мужики на Руси, видно, перевелись. Вот это начало. И это закладывает у нас женский персонаж, Женщины, они поют в процессе, Это на несколько голосов в процессе спектакля, я имею в виду. И потом вот движется и движется эта история, Двигатель этой истории Качкарев В исполнении нашего прекрасного артиста, Артиста Самарского молодежного театра И приглашенного артиста театра студии Галифе, А также нашего земляка, что немаловажно, Руслана Салихова, Вот, он из Силикатного, Мы с ним учились вместе, Жили в одной комнате вместе, В общежитии дружим вместе сейчас, Вот в прошлом году, Женили мы его на хорошей девушке. К тему как раз в спектакле. Вот для спектакля он очень хорошо подготовился, Он специально прошел все вот эти обряды, Все эти ритуалы, женитьбы. Полное погружение. Абсолютно. И в общем, он играл Качкарева, Он вот этих вот всех женихов убирал, И потом под колесин остается один на один, Ну там, я имею в виду со зрителем, да, Когда уже все уходят, И вот непосредственно перед кульминацией, Перед финалом, Там гамлетовские вопросы ставятся. В самом деле, Что я был до сих пор? Понимал ли значение жизни? Не понимал. Ничего не понимал. Ну какой был мой холостой век? Что я значил? Что я делал? Жил, жил, служил, обедал, спал, Словом жил, как обыкновенный, Припустой человек. Только теперь видишь, Как глупы все те, которые не женятся. Ведь если вдуматься, Какое множество людей Находится в такой слепоте? Если бы я был где-нибудь государь, То всем бы дал повеление жениться. Всем. Решительно всем. Чтобы в моем государстве Не было ни одного холостого человека. Право. Как подумаешь, А через несколько часов Будешь уже женат. Вдруг вкусишь блаженство, Которое не можешь выразить. И слов даже не найдешь, Чтобы выразить. Что не говори, А как-то становится даже Страшно. Там везде люди, кареты. И все стоит в готовности. А вот и окно открыто. А что, если бы в окно? Не, нельзя. Неловко. Право, неловко. Да неудобно. Да и высоко. Да и не так уж и высоко. Один фундамент. Да и тот низенький. Нет! Тогда мне даже нет картуза. Как же без шляпы? Неловко. Право, неловко. А что, если попробовать? Попробовать, что ли? Попробовать! Господи! Благослови! Тяжела, нынче русская доля мужская. Нелегко сделать выбор достойной жены. Хоть зови, не зови, но жизнь холостая держит нас. Ведь свободные дни нам нужны. Говорят, что жена крепкой тыл и опора. Говорят, что с женой будешь счастлив в быту. Говорят, еще множество всякого вздора. Я жениться хочу, только сил не найду. И в этот момент Подколесин у нас выходит в окно. Встречается с командой, я вам спойлерю, рассказываю, с командой этих женихов. Выпивает, и им хорошо. И потом, как сказать, происходит уже известное событие, когда Агафья Тихоновна остается одна. И уже, как, так сказать, эпилог, у нас звучит последний куплет этой песни. Для чего, расскажите, встречаются люди? Почему создают эти люди семью? Потому что они очень искренне любят и верны. Только сердцу они своему. А вокруг посторонние бродят причины. И всегда нарушают влюбленных житье. Может быть, наши женщины, наши мужчины, Будут крепко держаться за счастье свое. И тут нет точки, и мы уходим в такой полумарш Мендельсона. И на этом заканчивается спектакль. У нас сегодня программа семейная. В русле государственной политики по поддержке семьи. У нас же год семьи, да? Да. Вот. В тему. В тему. Конечно, в тему. Ну, а еще один спектакль, я знаю, тоже очень в тему. «Прощай, конферансье». Да, пьеса у вас называется по-другому. Концертная бригада приветствовать. Всех рада. Замечательная пьеса «Кто только не играл главного героя». И Андрей Миронов, ваш любимый, играл главного героя. И Михаил Державин. Театра «Сатиры» и Михаил Державин. И в Ульяновском драматическом театре тоже ставили. Ольга Миронов. Он приятно. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой товарищ Теректор. Да, он гений. Да, очень приятно. Коллеги же, коллеги же. Нет, нет, дорогой. Ну, я ж вам объяснял, я ж вам объяснял, что я протязать им не могу. У меня как раз в этом время вот здесь, да. Ну, и, ну, я понимаю, что юмор должен. Молодцы, юмор должен, что? Отдыхать. Правильно. Юмор должен отдыхать. И потом у вас будет в этих дней, в этой самой двери, концерт. И вот друга, автора исполнителя, Владимир Александровича Грутикова. Я. Как вы выступаете? Почему? Алло. 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 Что, разъедини, ребят? А ты не читал сегодняшнюю ветеркушку? Да. Нет. Жанр спектакля-концерта, он, я считаю, очень выигрышен в данной теме. Он, наверное, неназидателен. И он очень трогательным получается, когда мы поем любимые песни о войне в рамках этого спектакля, и люди плачут. Следует сказать, что сюжет этой пьесы – это фронтовые агитбригады. Да, я об этом тоже хотел сказать. История-то о фронтовой концертной бригаде во время Великой Отечественной войны. И все основано на реальных событиях. Потому что, когда Миронов, о котором мы уже сказали, заказал эту пьесу своему другу Григорию Горину, он конкретно знал, что образ конферансье, главную роль он будет писать со своего отца, Александра Семеновича Минакера. Который во время Великой Отечественной войны также, так сказать, был в составе концертно-фронтовых бригад. Также там узнаются и фокусник, и танцоры. Да, и певица там, а-ля Шульженко. Шульженко. Потому что там был тоже собирательный образ с нескольких актрис и так далее, и так далее. Очень благодатная почва, так сказать, для постановки спектакля. Сегодня это очень актуально, потому что сегодня фронтовые концертные бригады, они не работают, они существуют. И театральные, и союз композиторов, и даже союз писателей формирует такие коллективы и отправляет их на линию боевого соприкосновения. Они поднимают боевой дух солдат. И речь-то как раз в пьесе о том, что люди, которые, так сказать, трудились на благо Родины и творили, таким образом, выполняя свой профессиональный и гражданский долг, они помогали фронту. Это, к слову, о том, что сегодня можно сделать. Вот, ну, в момент, как бы, нашей такой ситуации в стране, специальной военной операции, нужно делать свое дело. Хорошо. Нужно боевой дух поднимать и не только у солдат, но и у мирного населения. Нужно объединять, нужно, так сказать, сплоченности добиваться среди народа. Потому что, я считаю, это острый вопрос на данный момент стоит. И у нас внутри страны это надо держать очень крепко. Именно, чтобы мы были не в разброс, чтобы мы были все вместе, заодно, чтобы понимали, что, где и как, и почему происходит. И, опять же, этот спектакль, он носит и образовательную какую-то функцию. Потому что молодые, кстати, вот сейчас вот убеждаюсь, молодое поколение, ну, прямо уж такое совсем юное, я имею в виду, начальную школу, они молодцы. Вот многие знают историю, хотят узнать что-то, но кто-то ведь ничего не знает. За всех говорить не буду, но много таких, которые и путаются в фактах. Ну, чего греха таить, как сказать, и мое поколение. И я лично, есть реальные какие-то пробелы, которые хочется восполнить. И этот материал, он дает эту возможность. Фишка нашего спектакля в том, что мы работаем с живым оркестром военным. Вот, из Рощинского гарнизона. Да, мы его пригласили, и они все наши, так сказать, песни, они сопровождают своей игрой, своим исполнением. Красиво живете, хочу сказать. Да, очень-очень здорово. Не у каждого профессионального театра есть оркестр живой. То, что я хотел сказать. Вот. У нас, ребята-то все профессиональные, но театр не стационарный. Хотя с 2023 года, подводя итоги, мы уже официально по бумагам существуем как объединение. Это очень тоже приятно. Это, я считаю, трамплин для будущего. Много песен мы там исполняем. И, мой милый, если бы не было войны, и «Москвичи». Опять же, подборкой занимался я. И это мои любимые песни. Но тут, опять же, всегда что-то слушаешь, смотришь и находишь для себя что-то новое. Возвращаясь в прошлом году от вас, буквально с передачи, я вставил в ухо наушник, и вот начал там какую-то подборку смотреть музыкальную. И тут вышел Берковский, и песнь «Вспомните, ребята». И я ее слушал, я не знаю сколько раз, пока ехал от вас, пока еще был в Ульяновске, потом сел в автобус до Самары, ее опять слушал. Но я сидел, слушал и плакал. И меня вот оно просто тронуло, я не знаю, до глубины души. И мы это поем в оркестровой аранжировке. Вспомните, ребята, это известная бардовская песня, но звучит она, я считаю, у нас, так сказать, по-нашему, по-своему. И совершенно не выбивается из конвы спектакля, а наоборот, вот, придает актуальности этой теме. Вы нам сейчас исполните, да? Да, с удовольствием. Без хора, без оркестра. Без хора, без оркестра. Импровизационно. Со своим внутренним хором и оркестром. Постараюсь. И когда над ними грянул смертный гром, нам судьба иное начертала. Нам, не призывному, нам, не приписному, воинству ответного квартала. Сирые метели, вспомните, ребята, вспомните, ребята, вспомните, ребята, это только мы видали с вами. Как они стояли, как они стояли у военкомата с бритыми навечно головами. Вспомнился, как они стояли, вспомнился, как они стояли наоборот. И когда над ними грянул смертный гром, трубами районного оркестра. Мы глотали звуки, ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, разве это выразить словами? Как они шагали, как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами. И когда над ними грянул смертный гром, трубами районного оркестра. Мы глотали звуки, ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Помните, ребята, помните, ребята, разве это выразить словами? Как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами. Я думаю, что сегодня наши зрители получили удовольствие от прослушивания вот этих песен. Очень хорошие. Но, кстати, еще о конферансье. Мы идем не только по военным песням, но, опять же, по песням того периода. По песням до военных лет. Значит, то, что исполняла Шульженко. Ну, может быть, даже не в период войны, я на этом не циклился. Я все равно вот брал, так сказать, эпоху несколько лет. Например, три вальса у нас чудесно. Наша актриса Юлия Горожанкина замечательно исполняет. Помню, первый студенческий балл. Что? Да. Да, да, да. Очень игровая. Как кружится голова. Как голова кружится. Чудесная. И, опять же, зрители отзываются на это. И очень хорошо принимают. Ну, дай бог. Надеюсь, что попадаем, потому что искренне делаем, потому что от души нам хочется это тоже донести. У меня хорошая, вот сейчас вот не сглазить бы, хорошая команда ребят, которые собрались в Доме офицеров. Все работают в профессиональных театрах. И вечерами, ночами, в выходные свои собираются и работают еще больше. А что вот движет этот энтузиазм? Дело в том, что, наверное, вот какой-то студенческий задор и какая-то такая хорошая, ну, так сказать, душевная атмосфера, которая зародилась вот именно тогда в институте. Мы ее привнесли сейчас в новый коллектив, вот уже полтора года назад созданный. Это очень важно. Атмосфера сохраняется. Я имею в виду, вот которая была в студенческие годы найдена, получена. И люди, которые к нам приходят, так сказать, извне, не с нашего курса, потому что много таких сейчас, которые пришли в галифе, которые работают, они наполняются этой атмосферой, они заряжаются ею. И они сами вот становятся такими дурными, в вечной весне находятся. Сохранить внутреннего ребенка, да, вот такого навсегда в себе студента. Всегда юмор у нас, я имею в виду, всегда шутки, всегда как-то очень весело. Энергия какая-то хорошая идет, такая мощная, такая яркая. Я люблю работать со студентами, например, да, потому что это непередаваемое ощущение. Вот там, я считаю, ах, просто вот ушат творчества на тебя выливают, в хорошем смысле этого слова. Эта атмосфера, что это такое? Это любовь, это, так сказать, любовь и к делу, любовь и друг к другу. Ну, и у нас еще любовь есть другого рода, потому что у нас семейный тоже очень театр. Он в своем театре, она в своем театре, а Галифе объединяет. Такая она судьба артиста. Вот такая она судьба артиста. Мы сегодня тоже вылили, в хорошем смысле слова, ушат творчества на наших зрителей. И энергии вот этой детской, юношеской, студенческой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok